Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа у Татьяны «Наша песня». Сегодня наша с вами собеседница, очаровательнейшая, прекрасная, замечательная Елена, прекрасная Елена, мне приятно это повторить, видеть актриса, певица, что очень важно и что для меня дорого, она врач. Ну, конечно, достоинств еще очень много, Елена Дога. Добрый вечер, дорогая Татьяна Константиновна, добрый вечер, дорогие друзья! Всех я поздравляю со всеми прошедшими праздниками и со всеми будущими праздниками желаю. Самое главное – крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой и осуществления всех планов, задуманных планов. Лена, огромное спасибо за поздравления, потому что это вы, конечно, и к своим поклонникам обращаетесь, ну и ко мне, а тем более я поклонница вашего творчества. Елена, давайте начнем все-таки с того, но я не знаю, для меня я вас воспринимаю в основном как певицу. Расскажите, пожалуйста, какие у вас были концерты, памятные встречи в прошедшем 2022 году? В 2022 год были концерты, их было несколько меньше, чем обычно, но очень интересные концерты. Было несколько сольных концертов, а также участие в концертах, организованных Мариной Арвели, организованных вами. И вот, ну, я хочу сказать, что начало года было, ну, достаточно тяжелым. Известие очень печальное не стало народной артистки России Зинаиды Михайловны Кириенко, с которой я дружила, которая за несколько лет стала для меня близким человеком. Вот 12 февраля не стало Зинаиды Михайловны, и буквально вот через несколько дней мне позвонила Марина Арвели и предложила принять участие в концерте, посвященный творчеству композитора Александра Аверкина. И когда я начала выбирать песни, я услышала впервые песню Александра Аверкина на стихи Виктора Бокова «Падают листья», которые исполняла Людмила Зыкина и много других певиц. И вот когда я услышала эту песню, такие там замечательные слова «Падают листья», что это значит «Падают листья», зачем? Кто-то даже от переизбытка эмоций даже забыла слова. И вот я поняла, что эту песню я посвящаю памяти Зинаиде Михайловне Киригем. Вот я хочу что сказать. Для артиста очень важно творчество. И мы вот через песни передаём наше... То, что у нас... То, что что-то у нас... Либо какая-то радость, либо какая-то печаль. И вот через песни артисты передаёт. Ну, у меня в этом году, как я уже сказала, было несколько сольных концертов. И были концерты, и благотворительные концерты. Ну, и вот, как я уже говорила, участие в сборных концертах, организованных Мариной Арвели. И, конечно же, в декабре прошёл концерт памяти замечательного композитора Дмитрия Жарова. И я счастлива, что я принимаю участие в концертах памяти Дмитрия Жарова. Не первый год. И всегда эти концерты проходят, конечно же, очень замечательно. И новые песни. Вот в этом году я подготовила новую песню, которая полюбилась и мне, и зрителям. И самое для меня, конечно, ценное, что она понравилась вам. Лена, огромное спасибо. Но я с чего начала своё обращение, что у вас масса различных достоинств, которыми я знакомлюсь постепенно. Для меня, конечно, очень важно, что вы поёте песни Дмитрия Жарова. Но я обратила внимание вот на что. Ведь этот концерт довольно большой, посвящённый Дмитрию Жарову. Сборный концерт, как мы говорим официально. А что такое сборный концерт? Это наличие очень большого числа индивидуальности. Вышел этот артист, вышел этот поэт, вышел этот композитор и так далее. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в этом концерте вы были ведущей. Вот вы мне расскажите, что такое быть ведущей и чем, например, отличается. Вы выучили песню, вы её подготовили, вы её поёте. А ведущая, по-моему, это вообще ходить по лезвию бритвы. Расскажите, пожалуйста, об этих ваших впечатлениях. Когда вы мне предложили провести этот концерт, конечно же, я с огромным удовольствием согласилась, потому что это для меня ещё одна, наверное, возможность попробовать не только в качестве певицы, ещё и в качестве ведущей. Хотя несколько лет назад, года два подряд, я тоже была ведущей концертов на фестивале совместно с Николаем Бандуриным. То есть ведущая была Николая Бандурина. Но это уже прошло несколько лет. И можно сказать, что всё равно через несколько лет это, можно сказать, дебют мой был в качестве ведущей. И, конечно же, это очень волнительно, потому что надо представить каждого исполнителя. Ведь каждый певец, каждый исполнитель, он несёт в своём исполнении частичку своего тепла, частичку сердца, которое передаёт зрителю. И зрителю это нужно представить, чтобы артист уже вышел на сцену, и чтобы зритель уже понимал, какой артист сейчас перед ним предстанет, что он исполнит. Но это, конечно, совершенно разные жанры. Ведущие, певица. Конечно, масса впечатлений, когда я ещё и пела, ещё и вела концерт. Лена, я хочу сказать, что я неплохо представляю, что такое быть ведущей. Ну, много раз мне приходилось вести, причём самые разные, и концерты, и конференции, там какие-то выступления. Поэтому я понимаю, что это такое, и я хочу сказать, что вы настолько хорошо с этим справились, потому что сейчас, вот когда вы стали говорить о своих впечатлениях, вы сказали самое главное. Потому что, чтобы представить артиста, вы появляетесь первым. И вы появляетесь так, чтобы, ну, как бы настроить на восприятие того артиста, того, значит, исполнения, которое он будет нести в себе. Лена, ну, на что я ещё бы обратила внимание? У вас, ну, я говорила, красивые эпитеты, они недостаточны, чтобы охарактеризовать вас. Я бы ещё назвала такое слово, как у вас замечательная харизма. То есть совокупность качеств, вы появляетесь на сцене, и уже хочется слушать вас, и то, о чём вы говорите. И на мой взгляд, составлять, на мой взгляд, это я говорю своё мнение, составляющая такой харизмы, это ваши концертные наряды. Вот расскажите мне, как вы выбираете. Вот вы шли на вечер Жарова, и вы, конечно, я представляю, что у вас большой гардероб, я всегда вас вижу в каком-то новом, очень красивом одеянии. Как вы выбирали платье? Я сейчас расскажу, как я выбирала. Но вот вы сказали, что вот харизма, да, что вот я выхожу на сцену, представляю артиста. Я вам, может быть, знаете почему? Потому что я каждого артиста, выходящего на сцену, и тех, кого я представляла, каждого артиста я очень уважаю и искренне люблю. И очень рада. Я, когда выхожу на сцену, я вижу зрителей, я вообще радуюсь каждому зрителю. И очень рада была представлять артиста и понимать, что выходящий артист доставит радость зрителям. И вот, видимо, вот это вот, вот это вот всё. И такой вот, когда выходят ведущие, да, и с такой любовью к зрителю и к артистам, и несёт радость людям. И, конечно, всё, давай, не знаю, что сказать. Пишем снова. Нет, 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 ничего снова не пишем. Леночка, на мой взгляд, вы очень хорошо говорите. Мне всё время хочется своего какое-то замечания, потому что я сталкивалась с разными ведущими. Иногда действительно хочется, чтобы ну, оживить концерт, представить разных ведущих. И бывали люди, которые, ну, у нас красивая женщина, замечательная там, или мужчина. они говорят очень формально. Вот взяли папочку, прочитали текст. А то, что вы сейчас сказали, это дорогого стоит. Поэтому вы, может быть, всё-таки про свои наряды ну, откройте нам секрет. Так секрета никакого нет. Когда, ну, представляешь песню, да, вот понимаешь, какую песню, да, ну, вот как-то вот по песне, по характеру песни выбираешь наряд, чтобы это было всё в комплексе, чтобы наряд дополнял песню. Ну, и, конечно, чтобы был к лицу. Вот, мне очень нравится фотография, когда я, фотографию, которую вы мне отправили, в жёлтом я готовлюсь к концерту, когда у меня лежит сценарий на сцене, в это время артисты репетировали, а я сидела и вот готовилась как ведущая, да, со сценарием. И меня сфотографировали в жёлтом цвете, и мне знакомая моя сказала, как тебе идёт жёлтый цвет к лицу, хотя этот цвет такой очень коварный, не всем идёт, но тебе, говорит, на удивление идёт. Ну, я к чему хочу сказать, что, конечно, когда платье примеряешь, в зеркало смотришь и видишь уже, кажется, иногда смотришь на витрине, такое красивое, а на себя наденешь, не идёт, чтобы всё было в комплексе, и наряд красивый, чтобы был к лицу. Лена, вы сейчас сказали то, что я не уверена, что можно от каждой женщины услышать, что не идёт. Мне кажется, мне кажется, что если женщина надевает красивое платье, она считает, что она уже красавица, уже идёт. Мне кажется, это очень хорошее качество, если вы так критично относитесь и действительно думаете о каком-то комплексе вот этих составляющих, образа. Ну, вот это вот платье очень удачное, да, когда вот я вышла на вторую песню такой с пионами, мне очень много комплиментов я услышала именно вот по поводу этого платья. Но вот когда я его видела на манекене, оно мне не понравилось, а консультант мне просто рекомендовала, ты говоришь, его померяю, а я перед этим в другое платье очень красивый цвет такой был, надела не моё, не моё. А вот это вот платье, ну, давайте померяю, как надела всё. Я поняла, что вот этот наряд мой. Так что... Лен, ну, мы в этой программе обязательно её дополним фотографиями, и поэтому наш умозрительный такой разговор о каком-то платье будет дополнен фотографией. Потому что я должна сказать впечатление, я сразу сказала, что платье необыкновенной красоты, оно очень современное. Там какая-то ткань, вот она не просто обтекает тело, да, облегает, она вот как-то я даже не знаю, как она держится в воздухе, то ли она как-то пропитана чем-то, я не знаю, очень оригинальная. И вам действительно очень идёт и очень подошла к песне. Даже вот только я вот потом в записи смотрела концерт, вы только выходите, всё, и уже всё замечательно, да. Лена, и ещё одно я бы хотела спросить, вы поёте очень много. Когда вы выбираете новую песню, у вас нет какой-то боязни или, ну вот как происходит процесс осознания нового произведения? Ну, нет, боязни нет, нет, боязни нет, а просто когда слышишь, когда слышишь мелодию и когда стихи, всё в комплексе, понимаешь, что песня либо моя, либо не моя. и если я чувствую, что песня моя, я её обязательно буду репетировать, как мне домашние говорят, вот ты по сто раз можешь спеть, но я вот именно пойму, вот как вот именно мне спеть эту песню, чтобы она звучала красиво, именно вот в моём исполнении звучала красиво. Да, безусловно, Лена, я тоже очень благодарна вам, потому что песню на стихи Шаброва вы поёте уже не первый раз, а это новая песня, вот, она, её уже пели, и вы настолько по-своему это сделали, и мне очень понравилось, что вы эту песню, что любовь, она совсем другая, но как бы для каждого человека она своя, и то, что вы сделали эту песню светлой, это очень важно, ну да, да, ещё я познакомилась с аранжировщиком, который живёт не в Москве, и вот как-то мы, видимо, он меня послушал, посмотрел видео и почувствовал, вот, и я на удивление вот несколько аранжировок мне написал, и они, или он сам такой человек светлый, вы знаете, он живёт в глубинке, он живёт в деревне, вот, но у него хорошая студия, и вот все аранжировки, которые он пишет, вот, которые мне присылают, они очень получаются светлые, вот, вот, а я же сейчас готовлюсь ещё к одному концерту, меня пригласила Марина Арвели принять участие, посвящённый концерт Матвея Блантеру, вот, я не буду сейчас называть песни, пусть это будет сюрпризом, и возможно, Татьяна Константиновна, вы придёте на этот концерт, который пройдёт в Доме национальности, если будет у вас возможность. Спасибо, спасибо, Лена, я постараюсь прийти обязательно. Лена, значит, что мне ещё интересно, и о чём бы, ну, я просто не могу об этом сказать, вот, я вас пригласила участвовать в концерте, но вы человек, который и поёт, и организовывает, то есть, вы настолько неформально относитесь, я не знаю, может быть, если вам неинтересно, я так думаю, вы просто не участвуете, но у меня такое, ощущение, что если участвовать, то вы уже отдаётесь сполна, и для меня был очень показателен и очень важен такой фактор, потому что, конечно, поэт, ну, наш любимый поэт, Михаил Шабров, он собирался приехать, он приезжал на все концерты, Дмитрий Жаров, как бы они дружили, то есть, ну, как бы это само собой, ну, подразумевалось, ну, не смог, ну, так бывает, бывает в жизни, ну, не смог, так вы, вот, расскажите, как вы обеспечили присутствие Михаила Шаброва на концерте? Ну, наверное, уже, но кто следит за вообще творчеством, да, ни для кого не секрет, что мы дружим с семьями с Михаилом Зельковичем и с его замечательной женой Лианой, мы тоже очень дружны, вот, и, в общем-то, мы частенько, приезжаем к ним в гости, и вот перед концертом тоже они нас пригласили в гости, они живут за городом, вот, и поскольку еще погода была такая, уже кололед, да, было холодно, мы предположили, что возможно Михаил Зелькович не сможет приехать, поскольку он живет за городом, а концерт поздно, вот, и записали интервью у него дома, у Михаила Шаброва, где Михаил Зелькович, конечно, поделился тем, как он на протяжении многих лет дружил с Дмитрием Жаровым и с вами, вот, совместные песни они записывали, как он к творчеству относится очень трепетно Дмитрия Жарова и лично к вам, и вот вот эти вот много добрых слов было сказано, которые мы представили на концерте, то есть Михаил Зелькович не смог приехать, но зато было видео, причем видео недавней записи, недавней записи, Лена, это потрясающие вещи, потому что сейчас вот я с этим все больше и больше сталкиваюсь и, ну, стараюсь этим овладеть, ну, насколько я могу, потому что техника и и многие женщины, во всяком случае, я это друзьями мы еще не стали, и я хочу сказать, что когда на концерте, причем на экране, который вы со своим дорогим супругом Валерием привезли, установили, я считаю, что концерт приобретает совсем другой вид, более современный, мало того, что очень ценная информация, мы все-таки увидели Михаила, он сказал то, что он хотел, и это правильно вы сказали, что это одна из последних, я думаю, его записей, и это приносит необыкновенное ощущение вот этой сиюминутности, человека нет здесь, в зале, но он с нами, то есть это не то, что одна из последних, это было сделано буквально за два-три дня до концерта, да, да, и вот я хочу сказать, вот эти технические возможности, они придают совершенно другое восприятие вот даже концерта, вот что интересно, так что, Лена, огромное спасибо, это вы здорово просто сделали, Лена, я хочу задать один вопрос, очень осторожно его задаю, потому что, по-моему, мы сейчас все в такой ситуации, ну и все-таки какие планы у вас? Тут, как я сказала уже, что самые ближайшие планы участия в концерте организованном Мариной Арвели, два концерта будет на двух концертных площадках, это будет в феврале, ну и, конечно же, вот я планирую также сольные концерты. Лена, а скажите такую вещь, конечно, сборный концерт это одно, настроение, там, занятость в этом концерте, а вот сольный концерт, это очень сложно. вообще ведь, когда выходишь к зрителю, да, что ты поешь одну песню, что ты несколько, в смысле, что ты целый концерт, конечно, когда ты выходишь один, один на один со зрителем, получается, что артист и как певец, и как ведущий, да, вот, ну, ну, и в сборных концертах, конечно, тоже, хоть и там две песни поешь, три песни, но все равно ответственность очень высокая, потому что, но это, знаете, вот, когда в сборных концертах я принимаю участие, радость еще не только от встречи со зрителем, но радость от встречи с артистами, от встречи с организатором и ведущим, ведущей концерта, вот, тоже, тоже это для меня огромная радость тоже принимать участие в сборных концертах. Я поняла, я поняла, что в любом случае сама отдача идет огромная, огромная. Да, конечно, когда сольный концерт, тоже публика бывает разная, вот, иногда выходишь из первой песни и чувствуешь, что публика твоя и просто легко и пробегает время очень быстро и не замечаешь, когда вот уже последнюю песню пою и думаю, неужели так быстро время пролетело незаметно, а бывает, что выходишь и публика так очень настороженно смотрит, прислушивается, так вот, что, ну вот, что, давай, вот, что ты там, что ты сейчас нам споешь, что ты нам сейчас покажешь, вот, но когда уже уже завершение концерта публика оттаяла, аплодисменты, улыбки, конечно, это тоже огромная радость, но, но, когда с первой песней выходишь и публика с первой песней твоя, ну, безусловно, конечно, легче, как-то, знаете, так, сразу такой кураж появляется, как на одном дыхании концерт проходит. Ну, разное, разное бывает. Да. Ну, но, но всегда, всегда масса положительных эмоций после каждого концерта. Лена, я благодарю вас за такую содержательную беседу, она не только содержательная, но она чрезвычайно эмоциональна. У меня такое впечатление, ну, я не знаю, может быть, я немножко выспленно скажу, вы просто пропели все свои ответы. Спасибо, Татьяна Константинова. Вот всегда то, что касается творчества, это касается творчества, песен, каких-то вот концертов, даже сборных, вот даже я когда вспоминаю, мы с вами начали разговаривать вот даже вот про концерт, который прошел в декабре, посвященный творчеству Дмитрия Жарова, я сразу вспоминаю вот эти вот эмоции, артистов, зрителей и сразу начинают переполнять эмоции, как будто заново проживаешь. Лена, это с одной стороны, и я должна сказать, ну, это как бы такое, ну, мое личное вот впечатление, этот концерт 7 декабря, он был, ну, я не знаю, ну, какой-то, ну, такой теплый. Мне кажется, что это очень много зависело от того, что вот как только вы появились и вот пошла какая-то вот волна такая, и она держалась до самого, ну, последнего номера, потому что я сейчас прослушиваю запись, самое интересное, что у меня есть отдельные песни, ну, я так попросила оператора сделать, вот, артист спел и немножко, и каждая песня заканчивается возгласами права, аплодисментами, так вот, я хочу сказать, а это благодаря тому, что вы даже вот как бы вышли, вы уже выходите на сцену и уже вы как бы охватываете весь зал под свое вот такое эмоциональное состояние, и вы не даете отключиться, и это было все очень и очень, ну, это чувствовалось все. Ну, может быть, и, может быть, еще и лично вы, поскольку не было же два года, да, концерта. Да, два года не было. Да, по-моему, два года переносился в запланированный концерт, да, посвященный творчеству Дмитрия Жарова. Ну, пандемия же была, мы же ничего не могли сделать. Да, да, переносились, и вы очень волновались, конечно же, да, и артисты тоже волновались, и каждый пришел, но, вот, я считаю, что это, во-первых, и зрители очень были тепло настроены, вот, изначально, и сам зал замечательный, Дом композиторов, вот эта сцена, и все артисты пришли с таким настроением, что вот прям вот, вот концерт удался прямо на пять с плюсом, да? Да, Лен, я сейчас вот говорю именно о том эмоциональном восприятии вот всего того, что происходило, потому что я сейчас сравниваю со многими концертами, ну, у нас же в Доме композиторов, сами понимаете, что это, ну, не только концертная площадка, но достаточно много концертов, самых разных, вот, и такого теплого, вот он именно не горячий, не какой-то там такой был, а вот мне показалось, что как-то особо был настроен, ну, я это очень многое связываю с вами, и это, потому что это очень важно, кто появляется первым на сцену, все, вот дал, вот такой камертон, так что, Лена, огромное спасибо, я думаю, что мы проведем еще не один концерт и устроим еще не один концерт, в котором вы будете выступать. С огромным удовольствием, с огромной радостью. Спасибо. Леночка, спасибо за беседу, всего доброго. Спасибо, спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok